Глядя на эти все еще заснеженные, несмотря на апрель, поля, трудно поверить, что разговор о посевной на сегодняшний день самый актуальный. На совещании на зернотоке в Старом Ромашкино собрались как руководители сельхозпредприятий и других близких им служб, так и управление сельского хозяйства. Разговор состоялся конкретный и глава муниципального района дал нелицеприятную, но справедливую оценку деятельности руководителей сельхозформирований на сегодняшний день. Сами себя пытайтесь успокоить всем, что у вас трудности, что у вас прошлый год не урожай был, что у вас нет денег, того нет, этого нет. Но если нет и нет желания работать, тогда, мне кажется, надо сложить полномочия и будем искать другие варианты. А для тех, кто хочет все-таки выжить, мне кажется, вот предыдущих неурожайных годов нам уже хватит. Вот в каждом из вас, я уверен и знаю, что вы профессионалы и эту работу можете сделать, но прозябать-то уже, наверное, хватит. Давайте общими усилиями напряжемся. А камнем преткновения стала технология, а точнее ее игнорирование. Как отметил начальник управления сельского хозяйства, при проверке представителями Минсельхоза Республики трех соседних районов Аксубаевского, Новошишминского и Чистопольского, уровень идеальной готовности признан только в одном хозяйстве – Кутлушкины. А все потому, что там к работе уже сегодня могут приступить 11 бароновальных агрегатов. Нынче основой спасения оставшихся зимах становится именно механическое баронование. Только жесткое соблюдение технологии работает нынче на урожай. Иван Чурин не раз подчеркивал эту мысль и в данном нам интервью. Делаем замечание тем, кто не хочет выполнять элементарную работу, которую надо делать. Почему такое важное значение имеет технология? Понимаете, если упустить, скажем, мелочь, то мы недополучим, что хотели получить. Технология должна была и при царе-батюшке, при коммунистах, при демократах, при фельдверах, при колхозах. Никто не соблюдал технологии, никогда не выживал, никогда не получал хороший урожай и никогда был богатым. При сборе урожая недостаток финансовых средств может заменить технология? Недостаток финансов ни с чем заменить нельзя. Но соблюдая технологию, мы можем компенсировать. Даже имея большие деньги, вкладывая, не соблюдая технологии, мы не получим того результата, желаемого, который хотели бы. Такого же мнения придерживается и глава, заметивший, что в зоне так называемого рискованного земледелия работают вроде бы все наши хозяйства, только вот к результатам приходят разным. При вроде бы относительно небольших своих уважениях, но соблюдая технологии, аграрии, что с полей получают достаточно хороший результат, что от коров тоже получают хороший результат. Самое главное, нам нужно научиться. Может быть уменьшить объемы посева, может быть уменьшить поголовье, но с тем, из чего можем извлечь результат, надо научиться технологически нормально работать. А потом уже постепенно идти на расширение, на увеличение, когда у нас будет хороший урожай, когда у нас будет хороший урожай. Вот с этим нам надо работать. После совещания на зернотоке его участники отправились в механические мастерские, где также должна полным ходом двигаться подготовка к весенним полевым хлопотам. Продолжение следует...